Наше сексуальное влечение почти всегда строится не на реальности, а на наших фантазиях относительно взаимодействия с другим человеком. Например, ваша девушка может казаться вам очень яркой, сексуальной, проявленной, а ваш мужчина может казаться заботливым и чутким, но абсолютно не быть такими по своей сути. Например, мужчина может проявлять заботу и внимание, просто потому что он хочет быстрее добиться от вас секса. И наоборот, девушка может проявлять свою сексуальность, быть яркой, потому что ей важно удержать вас рядом. Меня зовут Константин Никулин, я семейный психолог и сексолог, и давайте вместе разбираться, куда уходит секс у любящих партнеров. Итак, в первые месяц-два у пары, как правило, обычно нет проблем с влечением. Почему? Во-первых, есть эффект новизны. Нам нравится изучать другого, в том числе при помощи секса. Во-вторых, на еще незнакомый объект гораздо легче проецировать те самые свои фантазии относительно влечения, да, и вам кажется, что с этим партнером может быть все идеально, ярко и успешно в дальнейшем. Также очень часто в первые месяцы мы узнаем друг друга и при этом демонстрируем лучшие свои качества для того, чтобы привлечь и привязать другого партнера к себе. Это, кстати, нередко играет в злую шутку с нами дальше, но об этом чуть позже. И уже за первые один-два месяца выстраивается так называемый привычный сексуальный сценарий пары. Например, когда мужчина знает, что его женщине нравится, когда он целует ее в грудь, шею, ему нравится, когда она делает массаж, затем одна поза, затем другая, и все заканчивается. И они радуются от того, что они нашли точки соприкосновения друг с другом и что все привычно, не нужно ничего изобретать, и вырабатывается так называемый сценарий. И этот сексуальный сценарий на данном этапе сплачивает пару, но дальше пара станет заложником этого сценария, и он станет для них как кандалы. При этом постепенно со временем происходит процесс узнавания. Первый год и первые три года, как правило, это стадии узнавания, в том числе разочарования, потому что мы начинаем замечать в другом какие-то не очень позитивные, как правило, качества. Например, что он где-то схитрил, она тоже что-то недоговорила, он может закричать, она меня каким-то ранила обидным словом, и это накапливается как обиды внутри, и это не может не отражаться на сексуальном влечении тоже. При этом бывает вообще все по-другому. Когда с самого начала, не то что мы прислушиваемся друг к другу и стараемся выработать такой стандартный сексуальный сценарий, где каждый будет удовлетворен, а один делает то, что ему нравится или как хочется, а другой просто терпит. И тоже появляется сексуальный сценарий, просто в этом сценарии один терпит, а другой думает, что все окей, что все в порядке. Но самое главное понять, что как бы ни начиналось, в большинстве случаев мы приходим к итоговому сценарию, который через 5, 7, 10 лет уже становится настолько привычным, настолько скучным и пресным, что это просто невыносимо. Когда приходит ко мне пара на консультацию, они прям так и говорят, что ну я уже знаю, что он сделает. Он меня сейчас поцелует, сделает 2 минуты массаж, сделает свои дела за 3 минуты и отвернется спать. И он может говорить, что ну я знаю, как она стонет, я знаю, что ей нравится, я знаю, что ей не нравится. Ну она у меня как уже прочитанная книга, как сестра. Ну как можно с сестрой заниматься сексом? То есть у них наступает привычная сексуальная скука, обычно это происходит через 7 лет брака, может даже раньше, через 5, через 10 лет брака. В этом диапазоне это приводит к тому, что тот сценарий, который нас раньше радовал, сейчас становится обузой и тюрьмой. И если это еще бывает сопряжено с разными половыми конституциями, например, кому-то нужно много и часто, а кому-то мало или совсем не хочется секса, то тот, кому нужно много, он просит или она просит, постоянно добивается, добивается, добивается. В итоге отстраняется. А тот, от кого отстранились, он думает, ну и хорошо, не нужно никакого секса. И происходит так часто такое отделение, психологически невидимый развод. То есть пара вместе, но каждый уходит во что-то свое. Кто-то начинает больше проводить время с друзьями, в гараже, на рыбалке, где-то еще на работе задерживаться. Женщины, например, уходят полностью в воспитание детей, в саморазвитие, в тренинги. И они вроде бы живут, но по факту проводят только полчаса времени вместе. И эта эмоциональная отчужденность также сказывается и на сексе. Они могут даже спать в одной кровати. Они могут целовать друг друга на ночь и желать спокойной ночи. Но близость и секс может не быть уже месяцами, даже годами. Что происходит дальше? Каждый из нас с вами, это не статическая фигура. Мы все развиваемся. Мне нравится фраза, что человек это глагол. Мы все изменяемся. Кто-то развивается, кто-то деградирует, но очень редко, когда человек спустя 10 лет остается таким же, каким он был 10 лет назад. И благодаря контакту с разными людьми, благодаря просмотру разных фильмов, благодаря просмотру такого же видео, как это, например, вы что-то начинаете узнавать про себя, рефлексировать как-то. Вы же сейчас думаете, пока меня слушаете. Напишите в комментариях, какие уже есть идеи. И вы начинаете вспоминать, возможно, свои скрытые, потаенные эротические триггеры, которые очень часто формируются в раннем возрасте. Я сейчас расскажу подробнее, как это происходит. И эти триггеры какие-то фантазии, что бы вам хотелось, что вас заводят, что вам очень яркого хочется предложить вашему партнеру или партнерше. И вот теперь представьте, вы прожили, например, 10-15 лет вместе, был привычный сексуальный сценарий, который, например, вас уже очень сильно разъединил в сексуальном плане. И вам нужно сказать своей жене или своему мужу, что «а давай попробуем вот это, а давай возьмем плетку, а давай ты наденешь такой костюм, а давай мы позовем кого-то третьего». Я сейчас не оцениваю моральную сторону, и вообще каждый делает все, что хочет в своей постели. Но вы представляете, как это недопустимо сказать своему любимому мужчине или любимой женщине такие фантазии. Он тут же подумает, что «ты что, изменяешь мне? Ты от кого этого понабралась?» Или женщина скажет «ты за кого меня держишь? За проститутку, что ли?» И в этот момент мы боимся сказать о своих таких эротических триггерах, потому что боимся отвержения. И, конечно же, это еще усиливает разделение, это еще усиливает внутреннее недовольство, и как раз-то здесь появляется такая благодатная почва для разных людей на стороне. Любовников, любовниц, проституток и так далее. Почему? Вот как бы ни казалось парадоксальным, вот задумайтесь, рассказать о своих потаенных желаниях нам легче незнакомому человеку или тому, с кем мы знаем, что мы не будем строить серьезные отношения, чем своему любимому мужчине или любимой женщине, с которой мы 15 лет в браке. Можете представить, насколько большой парадокс. Да, и очень часто как раз-то здесь происходит разъединение. Поэтому здесь я сразу хочу дать такой совет молодым людям, которые только собираются выстраивать отношения или вступить в брак, или вообще еще только знакомятся, не бойтесь быть такими, какими вы есть на свиданиях, проявлять себя такими, какие вы есть, а не стараться излишне понравиться. Не изображать из себя кого-то другого, потому что есть большой шанс, что потом произойдет вот это самое разочарование. То же касается и интимной близости. Если дело идет к интимной близости или уже у вас был первый контакт в этом плане, вы можете обсудить заранее или после о своих предпочтениях, о том, что вам нравится или что не нравится в этом плане, для того, чтобы увидеть, что да, партнеру это или партнерша откликается или не откликается. Потому что гораздо проще найти человеку, которому будет нравиться ваша фантазия, чем уже в паре начать дискутировать на эту тему спустя 10-15-20 лет брака о том, что вам, оказывается, все время не нравилась эта поза. И это сопряжено с очень большим количеством обиды, стыда, гнева. Ну, короче, вызывает дополнительный конфликт. По поводу эротических триггеров, что я имею в виду? Смотрите, мы ведь все родом из детства. И, как правило, уже в 5 лет, плюс-минус год, происходит пробуждение такого раннего-раннего эротического либидо. В этот момент происходит тоже гормональный первый небольшой всплеск. Второй сильный всплеск происходит примерно в пубертат, в 11-12-13 лет, где, как правило, сценарий, ну, не совсем сценарий, а предпочтения, может быть, или какие-то триггеры, которые были вот в раннем детстве, они закрепляются и усиливаются, потому что гормональный фон значительно больше, чем тот, что был ранее. И вот представьте ситуацию. Например, мальчик, ему 5 лет, он сидит дома, и приходит его старший брат и приводит домой свою девушку. Он 18-летний, например, они оба. Брат ушел в комнату со своей девушкой, и они там целуются, страстно занимаются петтингом, а младший брат это все увидел. В этот момент он испытал бурю эмоций, он испытал возбуждение, он испытал стыд, он испытал страх, что его увидят, он испытал, может быть, какое-то чувство отращения. То есть это гамма всего, но сопряженное с возбуждением. И это стало каким-то определенным триггером. Но, например, представим, что была маленькая деталь, что девушка этого старшего брата была в белом платье. И наш мозг, особенно древние его отделы, которые запечатляют все, что связано с выживанием, с размножением, с защитой территории, они стараются запечатлять все, что связано с запахом, с цветом, с вкусом, потому что это архиважно для выживания и размножения. И такой мальчик, вырастая, например, он будет очень хотеть, чтобы его жена была во всем белом. Он будет покупать ей разные белые платья, белые чулки, белое белье нижнее, и заставлять ее надевать. То есть ему будет возбуждать именно это. Вот его триггер. Ну, а кто-то не будет, потому что постесняется и подумает, ну, какое-то извращение. Будет это делать только с другими женщинами. Так же бывает и у женщин, наоборот, да, когда девочка что-то увидела и была под впечатлением. Там очень по-разному формируются эти триггеры. И бывает так, что это связано, к сожалению, с травматичным каким-то опытом. Очень часто оттуда идет и любовь к насилию, так скажем, в сексе. Ну, короче, смысл заключается в том, что триггеры могут быть очень мощные, и мы их где-то подавляем. Сразу к вопросу о том, можно ли поменять свой триггер. Да, можно, но не всегда это удается сделать быстро. Я с такими случаями работаю, скажу, что, ну, 50 на 50. От многих факторов зависит, но если использовать такие глубинные техники, около гипнотические, в половине случаев получается сделать так, что этот триггер становится таким же, как и другие. Ну, то есть ты можешь возбуждаться уже и на другие какие-то вещи, которые до этого были тебе недоступны, а только вот, например, там, белье определенного рода. Что делать дальше? Что делать уже парам, которые долго вместе? Вот вы обнаружили, что секс стал скучным, что накопилось много обид и неприязни, что вам давно на самом деле хочется попробовать чего-то нового, но вы не решаетесь об этом сказать. На самом деле никто не придумал ничего, кроме того, чтобы начать общаться словами через рот. Но я понимаю, что кому-то это будет делать, в каких-то парах это будет сделать практически невозможно. Тогда попробуйте зайти издалека. Вы можете предложить посмотреть какой-то эротический фильм, где там будет, например, элемент, который вам хочется привнести в вашу близость и сказать здесь в этом моменте, что вау, как это интересно, как ты на это смотришь. Прозондировать почву. Можно, если вам стыдно или неудобно общаться тет-а-тет на эту тему, попробуйте пообщаться через переписку. Используйте мессенджеры. Иногда полезно просто от руки даже написать письмо откровенное со своими пожеланиями и дать другому партнеру прочитать. Нам стыдно с теми, с кем мы занимаемся любовью, обсуждать то, как нам бы хотелось заниматься любовью. Потому что это очень уязвимая, очень болезненная тема и очень легко можно ранить друг друга в ней. Но не говорить об этом, как правило, это приводит к тому, что мы в дальнейшем раним своего партнера или партнершу еще сильнее. Поэтому разговаривайте. Да, к сожалению, бывают настолько полярные, недопустимые мнения. Например, у одного очень сильная половая конституция, ему нужно много, часто и большое разнообразие в сексе. У другого человека слабая половая конституция и табуированность вообще секса в семье, очень много стыда по этой теме. Да, им самим договориться и прийти к какому-то компромиссу будет очень непросто. Но делать это нужно, особенно если этот человек вам дорог, если вам есть что терять, если в остальном во всем он или она потрясающий, но вот что касается интимной близости, совсем не так. И да, конечно, бывают такие случаи, когда договориться с самим практически невозможно. Это очень сделать сложно. И если у вас подобная ситуация, неважно, связана с сексом или связана с какими-то бытовыми вопросами, вопросами воспитания детей, финансами, я приглашаю вас к себе на консультацию, потому что я уже много лет работаю с парами по разным темам. И как сексолог, и как психолог, и я всегда придерживаюсь нейтралитета, я не занимаюсь в сторону мужчины, я не занимаюсь в сторону женщины, я занимаюсь в сторону отношений. И если у вас есть такая сложная какая-то тема, то с помощью специальных техник, специальных вопросов и упражнений вы сможете проговорить свои пожелания очень мягко, комфортно, так, чтобы быть услышанным другим. И, наконец-то, то, что вы терпите так долго, избавиться от этого. Кому это актуально, вы можете перейти по ссылке под этим видео, там есть подробная информация обо мне, моих услугах, и там же можно записаться. До встречи в новых видео, желаю вам успехов и благополучия в семье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова